Добрый день дорогие друзья, тема видеоблога расходы домашних хозяйств в Беларуси в 2009 году. Сколько беларусов находится в зоне имущественного риска? То есть та черта не бедности, но социального неблагополучия, которую мы можем пересечь. Согласно опросам домашнего хозяйства, более 3,3 миллиона беларусов имеют среднедушевой расход в месяц меньше 500 тысяч. То есть я считаю, что это как раз тот порог, то есть та зона имущественного риска, которая может превратиться в зону бедности. 3,3 миллиона человек это на самом деле очень большая цифра. Эти люди, которые тратят на продукты питания более половины своих расходов. Эти люди, которые получают источник дохода только преимущественно в виде заработной платы и пенсии. Это люди, которые получают минимальное количество социальных пособий. Конечно же они работают на дачах, они работают на представительных участках. Отсюда имеют доходов тоже порядка 15-20 долларов в месяц. Как же тратят деньги обыкновенные беларусы и те беларусы, которые находятся в зоне имущественного риска? 38% беларусских расходов в среднем беларусской семье тратит на продукты питания. Это цифра, которая конечно же несопоставимо большая по сравнению с поляками, с немцами, с американцами, которые тратят на продукты питания раза в 2-3 меньше. Это говорит о том, что продукты питания у нас остаются очень дорогими, но рынок продуктов питания в Беларуси находится в пределах 7,5-8 миллиардов долларов. То есть это хорошая ниша для развития малого и среднего бизнеса. Если бы ушло Министерство сельского хозяйства и Минторг со своими лицензиями на розничную торговлю, то вообще я думаю, что цены на продовольствие упали бы как минимум на 20%. Вторая заметная статья расходов это конечно же расходы на жилищно-коммунальные услуги. По сравнению с предыдущим 2009 годом, 2008 годом расходы увеличились, доля расходов с 7,1% до 7,7%. Это значит, что даже при сдерживании цен на жилищно-коммунальные услуги домашнее хозяйство тратили на это больше. Радует еще одна вещь, радует безусловно производители обуви и одежды то, что белорусские семьи тратят на одежду и на обувь 10% своих денежных расходов. Это много на самом деле, потому что еще 6 лет назад данная доля была всего лишь 6%. То есть кризис, не кризис, я думаю, что белорусы как знатные шопперы просто пытались загладить его тем, что покупали себе обновки по обуви и по одежде. Интересная статистика по расходам на содержание личного транспорта. Если в 2008 году людей, семей, которые тратили определенные деньги на содержание личного транспорта было 48,5%, то в этом году их стало почти на 1% пункт меньше. То есть какая-то часть семей уже почувствовала кризис, избавилась от машин, либо просто что маловероятно пошло в ситуацию, когда за автомобиль платят дети, например, или наоборот родители. То есть мы в 2009 году не дотянули до ситуации, когда каждая вторая белорусская семья имеет свой автомобиль. Ситуация в 2010 году будет еще хуже, потому что известно, что если с 1 июля введутся новые таможенные пошлины, позволить себе автомобиль, новый автомобиль будет очень проблематично. Устойчиво высокими остаются затраты на алкоголь и сигареты. Это порядка 2,5% всех расходов домашних хозяйств. Причем богатое домашнее хозяйство тратят на сигареты меньше, чем бедное, а на алкоголь примерно одно и то же. Еще интересная статистика, что как богатое, так и бедное тратят деньги на содержание личных усадебных участков и дач. То есть опять-таки мы остаемся дачно-огородной нацией, в которой работа на предстоятельном участке, единение с землей является очень важной частью нашего мировоззрения, что ли наше времяпровождение. В 2010 году следует ожидать увеличение расходов на жилищно-коммунальные услуги. Трудно будет поддерживать автотранспорт, хотя доля его расходов только за счет услуг, предоставляемых населению, составляет более 2,5 миллиардов долларов. Опять-таки хорошая ниша для малого бизнеса. И вот не зря недавно господин Ломать, председатель комитета госконтроля, сказал, что половина оборота данного сегмента рынка находится в тени. Ну так надо либерализовать и просто дать возможность людям хорошо зарабатывать деньги. Как бы то ни было, расходы домашних хозяйств в 2009 году превышали доходы, официально декларируемые, более чем на 2 миллиарда долларов. Это маленький сегмент объема серого рынка, это те неучтенные доходы, которые получают наши люди. И опять-таки это проедание тех кубышек, которые есть, так долго продолжаться не будет. Я думаю, в 2010 году белорусские семьи будут тратить меньше, чем в 2009 году, потому что они будут готовиться к затягиванию поясов, которые неизбежно вытекают из проводимой правительством экономической политики.